Как известно, второй закон Ньютона полностью работает и действует только в инерциальных системах отчета. Попытаемся найти такое уравнение или такие закономерности, при которых мы сможем применить второй закон Ньютона для неинерциальных систем отчета. Для этого мы рассмотрим две системы, одна из которых это О' — это неподвижная система, то есть инерциальная, а другая из них — система О, которая является подвижной относительно инерциальной системы отчета. Мы рассмотрим общий случай, когда неинерциальная система отчета также может вращаться относительно мгновенной оси, например, к точке О относительно. Проведем радиус-векторы, связующий радиус-вектор R0, связующий инерциальную и неинерциальную систему отчета, радиус-вектор R, связующий движение точки M с координатами x, y, z с центром подвижной системы отчета, и радиус-вектор, связывающий как раз неподвижную систему отчета, и точку M с координатами, движущейся относительно подвижной системы отчета. Легко, нетрудно заметить, что эти вектора связаны таким соотношением. Что такое система отчета? Система отчета это такая система с жестко связанными с системой координат. Допустим, в данном случае это Декартовый координат. А у тебя просто точки написаны? Ну, в этом случае это не важно, а вот в этом мы связали оси Декартовой соответствующими координатами и G, и K. То есть O-штрих это просто начало координатами? Да, именно. Как я уже сказал, нетрудно заметить, что эти векторы связаны таким соотношением. Рассмотрим производного каждого из этих векторов. Нетрудно заметить, что R, производная от R, это будет абсолютная скорость. Абсолютно мы назовем ту скорость, с которой тело движется относительно инерциальной системы отчета, то есть относительно подвижной. R нулевое, производная от вектора R нулевое, это будет как раз скорость V нулевое, которая будет внести следующий смысл. Это скорость как раз-таки начала координат подвижной системы отчета относительно неподвижной. И последнее слагаемое, R малое, с которым у нас будет больше всего проблем. Для начала нужно рассмотреть производную единичного вектора. Для этого составим орд в момент времени t и орд в момент времени t плюс дельта t. Не трудно заметить, что при промежутке времени, стремящемся к нулю, у нас получится угол, будет приближенно, будет равен как раз-таки изменению модуля вектора дельта e. Где дельта e, это изменение вот этого как раз порта вектора. Дальше модуля непонятный, единичный вектор. Извинение, ой, модуль изменения этого вектора. Далее, мы не трудно заметить, что при дельта t, стремящемся к нулю, изменение единичного вектора будет перпендикулярным первоначальному. То есть будет идти как-то так. Если мы распишем изменение единичного вектора, можно его представить в виде, как его модуль, умноженный на вектор перпендикулярный, так как дельта t стремится к нулю. В таком случае мы можем заменить модуль изменения вектора на дельта φ, так как у нас при бесконечно малом промежутке дельта t у нас дуга совпадет как раз с этим отрезком, то есть вектором длиной его, так как это будет центральный угол. А он равен, как известно, дуге. Дальше мы расписаем как раз-таки, как я и сказал. И разделили на дельта t, промежуток времени. В итоге потом пришли к пределу при дельта t, стремящемся к нулю. И у нас получилось вот такое выражение. То есть... Дельта φ откуда же у нас непонятно? Дельта φ это угол, на который изменился вектор. Как раз угол, на который повернулся этот вектор. Дельта φ это радиан, а изменение вектора это вектор. Так, при бесконечном малом дельта t у нас маленький отрезочек дуги совпадет как раз с этим маленьким отрезком. Это понятно. Вместо дельта е появилась дельта φ. А, так вот я же сказал, что дельта е можно представить как модуль этого вектора, изменение этого вектора, умножить на вектор ему перпендикулярно. Но дельта φ оно равно модулю изменения этого вектора. Так как если мы возьмем бесконечно малый промежуток времени, до которого он не успел практически измениться, но он бесконечно малый измениться, то у нас дуга совпадет с этим отрезком. Не, не про это. Про то, что здесь здесь радианы, а здесь метры. Это же единичный вектор длина, да? Да? Модуль. А это радианы. Я хотел, чтобы это единичный вектор изделия. У тебя единичный вектор. Поэтому на радиус вы отдай кружку, ты здесь тоже. Ну, хорошо. Ну, я просто думал, что это все изумевается. Так, дальше. Как я уже сказал, мы получим такое выражение при предельном переходе. То есть, производная единичного вектора равняется векторному произведению угловой скорости на этот самый единичный вектор. Да, извините. Дальше. Вернемся теперь к нашим вычислениям. Производная R малого штриха, это будет... Вот, я его вычислил. Если учесть, что у нас у R малого, как вот видно отсюда, можно представить в таком виде, у него могут изменяться как сами проекции на оси, так и единичные векторы. Поэтому нужно записать по правилу дифференцирования произведения, как вот такую сумму. Вот это мы как раз брали, производную единичного вектора. Далее мы можем это представить. Вот это слагаемое будет носить такой физический смысл. То, что если наблюдатель покоился бы в подвижной системе отчета, то он двигался именно с такой бы скоростью. Ой, извините, это не то я сказал. Это относительная скорость точки, относительно подвижной системы отчета. То есть, если наблюдатель покоился в системе отчета и пытался измерить скорость точки M, то он бы как раз измерил вот эту скорость поступательную, собственно говоря. А это вращательная слагаемая той же самой скорости, связанная с вращением системы. Ну, по правилу векторного произведения мы можем константы внести под знак векторного произведения. От этого у нас не поменяется. И так же, так как у нас есть одно общее слагаемое, мы можем просто сложить I, G и K. Предварительно умножить на I на X, G на Y и K на Z. И мы получим как раз векторное произведение угловой скорости на радиус вектор. R малая. Дальше запишем, соберем теперь все слагаемые, которые у нас получились. У нас получится, что абсолютная скорость, то есть скорость точки M относительно инерциальной системы отчета, это будет складываться и скорость относительной, то есть скорость точки относительно подвижной системы отчета, прибавить скорость самой подвижной системы отчета и прибавить слагаемое, отвечающее за ее вращение. Далее, теперь мы проделаем ту же самую операцию дифференцирования по времени, только уже для скоростей Мы получим, что для производной вектора скорости по времени это будет абсолютное ускорение Производная как раз V0 это будет ускорение самой подвижной системы отчета относительно инерциально Далее, дело сложнее обстоит уже с относительной скоростью Производная относительная скорость по времени Но по аналогии можно произвести те же самые учисления, как мы и делали для R' Потому что здесь то же самое будет, только координаты уже будут из X', Y' и Z' Поэтому можем записать как A относительное прибавить угловое ускорение Угловая скорость, векторное определение угловой скорости на относительную скорость Дальше, у нас осталось еще одно слагаемое, которое нужно продифференцировать Это векторное произведение угловой скорости на радиус вектор Но по правилу дифференцированного векторного произведения мы можем записать... Вопрос, можно такой вот ПАМ задать, понятно или непонятно? Вот это выражение, откуда здесь два таких слагаемых? Берем просто радиус вектор и производным... Почему у вас такая получается? По координатам и по векторам... По координатам и чего? Вот по E' и... А радиус вектор где-то записан? Вот написан радиус вектор внизу В данном случае у нас переменами является как единичный вектор может изменять свое направление Я не спрашиваю, как аудитория поняла? Понятно или нет? Ну, как он и говорил, то, что там две перемены... ну, перемены... сколько? Что это перемена? x и y Я не вижу... То есть x умножить на i воспринимается как произведение И от него берется в соответствии с производства и по правилам инференцирования признаков Это понятно, да? А как, получается, вы относительно и вращательные эти две физические движения появляются? Какие? Вот это? Да А вот как раз у нас получается, что единичные вектора берутся как бы постоянными Вот в этом именно частном случае А... Ты там слова говорил такие Движения поступательные А... Ну, это как раз поступательные движения в подвижности В неинерциальной системе отчета Поступательные движения точки M Относительно неинерциальной системы отчета Это как раз будет вот это вот слагаемо Когда нет вращения систем другая Да Друг относительно другая Именно А это уже как раз слагаемо, отвечающее за ее вращение Ну... дальше как я скажу Понятно, да Дальше мы берем, как я уже сказал, мы берем производную векторного произведения Она расписывается по такому правилу То есть производная первого вектора умножить на второй неизмену Это естественно векторное произведение И прибавить векторное произведение первого вектора умножить на производную второго Но производная омеги, то есть угловой скоростью по времени Это есть угловое скорение То есть у нас это слагаемое записывается вот так А другое слагаемое у нас будет иметь такой вид Но R штрих Но производную вектора R малое по времени мы уже искали Вот оно именно, такого вида имеет Поэтому просто подставив, мы получим, что у нас У нас примет такое выражение Двойное векторное произведение угловой скорости на радиус вектор Привавить векторное произведение угловой скорости на относительную скорость Дальше мы соберем все слагаемые, которые мы получили У нас получится, что абсолютное ускорение То есть ускорение точки относительно инерциальной системы отчета Будет складываться из относительного ускорения То есть ускорение, с которым точка M движется относительно подвижной системы отчета Прибавить два таких слагаемых Их мы рассмотрим чуть позже И прибавить так называемое переносное ускорение, которое складывается из трех слагаемых А нулевое это как раз движение системы подвижной Относительно неподвижной Прибавить векторное произведение угловой скорости на радиус вектор Это слагаемое отвечает за неравномерность вращения То есть если вращение происходит с каким-то угловым ускорением И прибавить как раз слагаемое, которое называется центростремительным ускорением И дальше я докажу, почему этот слагаемый будет являться центростремительным ускорением Если у нас вращение происходит равномерно То можно сказать, что угловое ускорение равно нулю И поэтому вектором произведения равно нулю И тогда у нас получится так называемая теорема Кориолиса Которая говорит о том, что относительное ускорение складывается из Ой, абсолютное ускорение складывается из ускорения относительного Ускорения Кориолиса и как раз центростремительного ускорения Так же, запишем теперь второй закон Ньютона для инерциальной системы отчета Он примет вот такой вид, где абсолютное, как я уже говорил Это ускорение точки относительно инерциальной системы отчета Но мы выразили абсолютное ускорение из этого выражения. И тогда у нас получится, что произведение массы на относительно ускорение вне инерциальной системы отчета будет как раз сумма внешних сил в этом выражении за вычетом сил инерции. Например, А переносное, которое обозначается вот эта сумма, минус сила кориолиса, которая произведение массы на кориолисовое ускорение, и прибавить А центростремительное. Произведение массы на центростремительное ускорение. В вектора. Да, это везде вектора. Теперь разберем более подробно, откуда берется, например, центростремительное ускорение. Я вот это место сотру. Перепишем вот это выражение, которое как раз является центростремительным ускорением. Так как это двойное векторное произведение, то его можно раскрыть по всем известным формулям, которые носят эмпирическое название БАТС минус СА. То есть вектор Б умножить на скалярное произведение векторов угловой скорости на радиус вектор. Так, и минус произведение радиус вектор на скалярное произведение векторов. Дальше. Нетрудно заметить, что радиус вектор вносит вклад только в том случае, если он перпендикулярен мгновенной оси вращения. Так как если мы запишем, что в данном случае параллельный вектор, то у нас все векторное произведение будет романулют. Так как угловая скорость направлена по оси. Она и коллинеарна. А если у нас радиус вектор будет параллельной оси, то он обратится в ноль. Отсюда мы заключаем, что имеет значение только когда радиус вектор направлен перпендикулярно оси вращения. То есть здесь везде радиус вектор перпендикулярен. Но если радиус вектор перпендикулярен, то у нас получается, что вот это слагаемое обращается в ноль. Так как угловая скорость, как я уже сказал, она сонаправлена или противоположенаправлена оси вращения. Тогда у нас получается такое выражение. Радиус вектор перпендикуляр. Которое как раз и является центростремительным ускорением. Вектор уже. Да. А нет, тут уже не вектор. Произведение, скалярное произведение вектора самого себя, это есть вектор в квадрате. Радиус вектор. А, тут да. Знакменький что означает? Почему центрстремительный? Потому что он направлен к центру. Против радиус вектор. Против радиус вектор. Сила, которая обозначается произведением массы, минус произведения массы на угловую скорость в квадрате на радиус вектор перпендикулярной к оси вращения, называется центробежной силой. Которая возникает всегда в результате вращения системы. Если тело покоится или движется в подвижной системе отчета, то всегда возникает эта сила. Значит, вы помените. А вот это я просто переписал и умножил на массу. Это называется центробежный. А он направлен. А в данном случае он уже будет направлен на противоположную сторону. То есть по радиусу. По формуле, которая у тебя написана, там вообще центробежный вектор. Центробежный вектор вы же распоставите. Во-вторых, он направлен против радиус вектора. Знак минус говорит, что против радиус вектора. Радиус вектор от оси направлен в точку. Он мгновенной оси, а теперь у нас направлен против оси. Ну, против, по радиус вектора. Радиус вектора можно на самом деле действовать? Я условно, я без искажений, так вот нарисую. Допустим, у нас... А, нет, это оси вращения. Вот, допустим, у нас будет вращаться относительно силы ели. Тогда вот, как раз будет вот этот вектор. Я вот так обозначу. Или ему параллельнее с осью. Допустим, вот так вот. Это радиус вектор от пунктуполя, это параллельнее. Ну, и что-нибудь такое нарисовать физическое можно? Или это друг? Физическое, да, конечно, я могу. Ты что-то сам будешь рассказывать? Нет, сейчас я просто больше теоретическую часть. Вот, допустим, я... Так, это скорее даже уже не мое. Нет, я не буду забирать, потому что это уже не мое. Я просто расскажу немножко о силе кориолиса. Сила кориолиса – это сила, которая возникает только в результате относительного движения в ней инерциальной системе ученого. То есть, если система движется, и тело в ней движется, но и система также еще и вращается, тогда возникает сила кориолиса, которая перпендикулярна, как видно из этой формулы, перпендикулярна угловой скорости и относительной скорости. То есть, яркий тому пример, когда автобус, допустим, человек стоит в автобусе, автобус начинает поворачивать, свое равновесие, то есть положение в автобусе, легче всего удержать, если человек покоится, то есть не движется относительно автобуса. Если только он начнет двигаться, и автобус также поворачивает, тогда возникнет сила, которая будет перпендикулярно направлена к его скорости и будет его смещать. Отсюда можно часто получить травму. Куда же меня будет вносить тогда? Перпендикулярно. Если я не подвижен, меня будет центробежно выбрасывать. Да. А если я пойду? А если вы пойдете, центробежно также будет действовать, но просто еще добавим силы кориолиса, которая будет направлена. Вращение. Если вращение в плоскости земли будем рассматривать, оно будет поворачиваться, тогда угловая скорость будет направлена вниз, а допустим, ваша относительная скорость будет направлена вот так. Тогда вас будет сносить вправо или влево. То есть относительно вашего движения. Я просто рассматриваю вращение. Это вращение же автобуса. Ну да. Может получиться так, что это вот сила кориолиса будет компенсироваться цитобежно? Я думаю, что нет. Потому что они возникают только отдельные случаи. Одна действует всегда при любом вращении систем, даже если тело относительно нее покоится. А другое, оно действует только при относительном движении. И к тому же они имеют... Я не могу объяснить, но мне кажется, что нет. Вопрос снимается. Также еще очень важный, нужно отметить следующий факт, то что возникает путаница. Бывает то, что, допустим, тело вращается по окружности. Радиусом там, допустим, R. Часто бывает так, что, допустим, ученик, который рассмотрел данную теорию, он может сказать, что на тело действует сила, которая... Допустим, тело держит нить, которая придает ему как раз вот это вот центростремительное ускорение. То есть это будет сила натяжения нити, будет действовать на тело. Но также на тело действует центробежная сила. И поэтому тело не должно вращаться. Но нужно... Это мнение ошибочно, потому что, во-первых, центробежная сила действует только в неинерциальных системах отчетов, и только связан с их вращением. Если мы переходим к инерциальной системе отчета, тогда эта слагаемость сразу же пропадает. Не следует путать. Потому что центробежная относится к другой системе отчета. К неинерциальной. И только к неинерциальной. Последнее понятно, что в чем появится? Нет. Это значит, что если вращается у нас платформа, и мы на ней сидим, мы на эту платформу положим грузик, и он не подвижен. Что мы говорим про грузик? Какие силы у него действуют? Чему равна сумма сил, которая у него действует? Идем покоиться в нулё. Вот для этого будет сила центробежная, что это получилось. Моя часть на этом закончена. Вам сегодня вечером надо будет оценить. Оценка будет в таких позициях. Как он рассказывал, надо ли включать экземпционные вопросы. Это такие противоречивые. Если вы скажете, что он всё хорошо рассказал, значит я его включаю. Если вы скажете, что вы ничего не поняли, я его не включаю. Тогда накладчик. Извини, друг. Они когда перед экзаменом стали друг друга оценивать, они всем пятеро поставили, и всё. И всё хорошо. Такого не было, надо придумать такой способ, чтобы вы не более щелчили. Что всё это будет от вас откусывать. Оценка. Если вы кого-то положите на палку, у вас от балки берутся. В общем, у нас была задача про пушку. Мы стреляем вертикально вверх и найти её отклонение. Ну, в смысле, отклонение снаряда. Это сила Криолеса. Мы решили взять настоящую пушку, чтобы всё было по-честному. Вот взяли пушку образца 1932 года, потому что тогда они были настолько мощные, чтобы вылетать за тропосферу. Да он даже знает, да? Да. Мы знаем, что у нас пушка. Пушка. Она стреляет. Максимальный угол отклонения 30 градусов. Ну, это просто, чтобы найти сейчас высоту. Ну, первый этап задачи. Что там за прямой уголик нарисовать? Это пушка, условно. То есть он нацелено вот так и стреляет? Нет, нет. Это просто, чтобы найти данные. А, кто-то? Забей. Д-25Т. Не мне этого, просто забей. Ну, просто, чтобы найти высоту. Мы знаем из таблицы, что дальность полета снаряда 4000 метров. Вот. Соответственно, мы считаем просто как для задачи тела, брошенного под углом к горизонту. Там формула дальности V квадрат на синус двух альфа поделить на G. Вот. Соответственно, также мы знаем, что для тела, брошенного к горизонту, максимальная высота подъема... А чего он не горючек, он все деньги давил, а? Я пытаюсь. Максим не видим. Силу. Может, в следующий раз что я уйдет, а репутс нам доскал? У соседей. А там кто-то занимается. Если их выгоните сначала. А, там заняты разом. Вы же хотели вверх стрелять передумать. Так нет. Чтобы найти высоту, нам нужна для этого найти высоту подъема. Мы как бы считаем для реальной пушки. Но чтобы найти реальную высоту, а не просто от полутика. Так что вы хотите вертикально вверх направить? Да. Сейчас я... Да. Просто там же еще будет действовать сопротивление, но мы честно не знаем, как посчитать сопротивление. Мы знаем, по сути, начальную скорость полета, которая тоже табличная. И вот как мы рассчитаем, полученная скорость, которая теоретически должна была бы быть, она меньше. Вот пример неправильного подхода к самому началу. Сразу усложняют задачу, так что решить невозможно. Данных не хватает. Приходится все очень сложно делать. А простой способ. Нет великого воздуха, нет никакого сопротивления. Есть пушка, которую направили вверх, и скорость равна обгонения. Ну, сейчас так и получится, только у нас как бы... по-честному. Все по-честному. Эта честность дорого дается, слушайте. Ладно, в общем... Честное подношение к себе, но не к слушателю. Мы все посчитали, и получилось, что у нас начальная скорость равна... В0. В0. 215 метров в секунду. То есть на цифру счет. Да. Чего делать не надо. В общем. Хорошо. Ну, посчитали, молодцы. Да. Так как начальная скорость там в таблице была одна-другая, мы решили, что вот то, что уходит, это из-за сопротивления с воздухом. Вот. Теперь мы стреляем вверх. Мы, в принципе, знаем, как рассчитать преклонение, если тело просто брошено сверху. Там оно будет зависеть от времени. Поэтому мы сначала посчитаем, как будто бы тело поднялось на определенную высоту, которую мы сейчас найдем. Найдем расстояние, которое оно пролетит из-за силы кориолиса. Ну, в смысле, сдвиг будет. Учитывая это время, я домножим на 2, потому что во время подъема пролетит то же самое. Потому что время попадения равно времени подъема. Вот. Высота также из этих формул получается, по-моему, там сколько? 2311 метров, по-моему. Я не считал. Михаил. Че, я тактуая часть задачи. Ну да, там 2312 с половиной. Миша. Тихо. Давай, Глэн. Хотели слушать. Сейчас мне Михаилу уже. Ничего. А куда сила кориолиса будет направлен? Не будете рисовать? Мы... И что? Вообще, что это будет смещаться телом? Ну, там дальше. В мультфильме про Бронна Хаузена написано, он вверх выстрелит и сюда же упал. Или про Бронна в рунге, да? И прямо в эту же бушку упал. Да. Неправильно. Мы дальше. Да, я сюда. А, да? Ну ладно, сейчас я просто. Должно, допустим, конечно. Конечно. Вот идет. Ладно. И Шпаграмыч говорит. Ох. И посильнее не нажимаем. Вот это свечи, ничего не видно. Так, вот это и квадрат. Нам там нужно будет, когда мы будем высчитывать, ну, это же дальше. Угол широты, то есть, ну, от чего мы стреляем. Мы решили стрелять с квадрата, то есть хуже, чтобы угол был равен нулёв. В смысле, не угол, а... Ну, широта, да, была равна нулёв. То есть, вот где-то отсюда мы стреляем. Вот. Сила Креолеса, она отклоняет тело либо к квостоку, либо к экватору. Так как мы стреляем к экватору, соответственно... И еще раз, как это? К квостоку или к квостоку? То есть, если мы просто так как-то лучше сбродить, так выстрелим в атаку, тут мало места. А ты с левой стороны? С другой стороны. На Куб. Так, на Куб. Вот, допустим, отсюда, вот, допустим, выстрелили, вот в этом направлении. Соответственно, оно будет смещаться к востоку, то есть, восток же у нас там. А угол исходит с земли куда? Да. Так. Сейчас. З, пусть вот так. Вот, прощение земли куда? То есть, угловая скорость вверх. Нет, нам направление нужно. Нет, это я полоскорость вверх. Куда? В ту сторону. Вектором прямой, без прямой. Который рисовал лобикос вектор, расписывал еще какой-то путь. А нам, для того, чтобы определить направление кориористового ускорения, надо вектор. Поэтому, ты правильно рисовал вектор, он вверх направлен. Позрачок свой стирает. А врачение земли не надо же показывать? Надо. Вектором. Механики договорились показывать это векторами. Это я схематически, это я потом уже объясню. Ну, просто машину. Понятно. Теперь известен вектор скорости, v там, выпиши, да? v ну или вверх. Известно управление угловой скорости, мы куда это направлено силы к реалисту, которые можно определить через веки на произведение, да? Да. Как там осталось? Через веки на произведение? Да. Куда мы будем? Это будет на Восток или на Патриаре? На Восток, Краснодарский, восточный, то есть, вещеем узбек. А там формула какая-нибудь, да? Для восточного смещения? Да. Ну, мы ее как бы хотели вывести, но сейчас запишу. Так вот я ее вводил. Формула для не смещения, а ускорения. Ну, вообще у нас сейчас на Восток, что ли? Вот вы хотели выводить, да? Нет, про это до этого момента должен был сказать Максим. После этого я уже хотел выводить вот смещение относительно Восточное. Вот сейчас есть В нулевое и есть ОТК. Вехтон произведение, да? Нет, здесь по-моему, просто вводим. А вот с того места, где стреляли, Восток с какой стороны? С правой или с левой? Здесь? Да. Восток здесь? Да. Тогда получается, что у тебя с другой стороны ускорение направлено. Вектор В0 направлено налево, да? Да. А угловая скорость налево смещается. То есть, он у нас прицелит, оно из-за того, что Восточный будет. Будем знать, Земля, да? Допустим, мы знаем, Я просто знаю, как лучше выглядеть. Как это прицелит. Ну, что он так вещает, полоси рисунка на самом деле. Соответственно, да? Да. У тебя будет эклописум, ах, это двух. Вектор Невосточный это просто первое движение. Если мы стреляем с Востока, то соответственно, он не такой один. Одно. То есть, верху, суток. Восик, мот, мот, мот. Ты тогда дай богу. А, ну, Я так учили меня, что если первые веки буду вращать ко второму, вот так, по правилу Буракчика, а ты идешь туда, а там там, что-то не цепует, как-то право. Там тоже будет восток сюда. А тут будет восток. Ну, если у нас вот сюда будет первая скорость, и восток тоже будет справа. Тогда точно так. Тогда будет на нас направлен. Тогда, да, тогда на нас. Что-то формула называемая. Правильная формула написали, да? Это изначально то, что из того, что вы считаете на дверь, то есть теорика. Вот такая формула. А потом преобразуется, когда смещение бывает. Нет, мне важно было, куда она будет смещаться, в какую-то сторону. Не само смещение, не может, чтобы она восточная. Чтобы было восточным? Да. Получается, не восточный, а зато. Так. Так. Тогда это надо. Наверное, надо путь вот тут стрелять. Да я откуда не стреляю, все время будет смещаться. Навстречу. Движитесь. Ну, может, давайте забудем сейчас, что много режем потом. Давай я расскажу. Давай я помогу. А для этой формулы есть? Дотянешь? Да. Я для этого все рассказал, что там лазит часть. А потом просто говоришь, что есть эта формула, и он дальше расскажет про смещение. Откуда формула взялась? Или из оттуда, да? Ну да, из лекции просто, если для… Мы потом берем… Давай тогда, не мешай, пускай расскажет дальше. Значит, есть такая формула для ускорения, которая была положена на лекции. Я считаю, что это отсохнул, чтобы… Это скорость системы отсчета. Ну, земли с нами. Я тебя сначала… Партии в музее. Так ты наоборот переписался. Помню. Сейчас я подниму. Это у тебя так написано в паркалке, да? Не-не-не. А, просто неправильно. Мешь сильнее, да? Мешь. 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 Так, мы знаем… Вот, когда Максим сказал, что он прилетел, у нас только с определенной высоты тела прилетел. Вот так. От начального положения, конечно. Вот в этой точке, когда он начинает у нас падать, у нас V нулевое скорость тела будет равна нулевому. Ну потому что он взлетел до своего максимальной точки подъема и потом вот как мы, допустим, бросаем, мы его вот так кидаем с ускорением. То, что я понимаю, ты хорошо подробно расскажешь. Чем непонятно надо рассказывать. Чтобы верхняя точка тела тормознула и поменяла проблему скорости. Здесь вот, чтобы вообще вот это... У тебя заверху взлетело, там постояло немножко, и стало подольше. Хотя там долго взлетело. Чтобы вот это уравнение решились, вот там всего их начали. А где уравнение? Ну вот, точнее, формулы. Сейчас. Мы договорились так, что ее доказали на лекции. Это вообще уравнение, по сути дела, которое описывает свободное падение тела? Да. В уравнении есть какая-то неизвестная. Да. А это вот выражение, которое дает нам формулу для расчета. Формула для расчета А. То есть к обычному ускорению G добавляется еще вот такой за счет общения. Вот я и говорю, тут нулевая нулевая. Тут просто скорость, с которой мы вас сел. Текущее значение скорости. И оно у нас когда-то будет неизвестно. Потому что не V, нулевая, с которой она начинает падать, равна 0. Просто скорость, с которой она у нас падает. Тогда у нас получается сравнение с неизвестным. И что ты будешь отсюда искать? Отсюда. Здесь уже есть два способа решения. Либо приводя к системе дифференциальных поравнений трех. Линейный дифференциальных поравнений второго порядка. Либо методом приближения. Да. Первого, второго приближения. Ну давай. Так, сейчас. А не можем просто скорость рассчитать и закон с хранения? В принципе. Можем. Или это будет неправильно? Не, ну мы можем, а я тогда не знаю, как потом нас со смещением связывать. Ну давай, как ты хотел. Я хотел, да, сначала первое приближение. Вот мы знаем тоже, что это величина. Она у нас меньше, чем скорость свободного падения. Ну я могу только поверить тебе. Из этого следует. То есть в первом же приближении то, что ускорение второго падает тело, она у нас скорость свободного падения. Если скорость маленькая, то, наверное, да. Пока насчитаем. То есть скорость, которая у нас падает тело, это V0 плюс Jt. Теперь вот это величина, это будет являться первым приближением. Мы поставим первую формулу. У нас получится, что вторение будет равно G плюс 2 V0 омега. Теперь от этого мы возьмем интеграл по времени, получим опять скорость, то есть второе приближение скорости. То есть опять его сюда поставим. Вот я думаю, что средство называешь это вторым приближением? Нет, 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 нет. Вот мы сейчас возьмем интеграл по времени, мы получим скорость. То есть вот для скорости, скорость, которая у нас получится, это и будет являться первым приближением. Можем так? То есть тогда получится то, что скорость, ну, если в интегрировании, будет программа в интегрировании. Так, уже Gt плюс 2t. В следующий раз вторую камеру принесу и буду у вас снимать. И потом будет видно, кто не слушает, того на экзамене спрашивает. Вот это уже будет являться вторым приближением. Нет, пожалуйста. Чего? Как это мне не понятно? Я не умею интегрировать и дифференцировать векторные произведения. Это просто меня и вызывает вопросы. Ты на математике не ходил? Да. Нет. Нам просто не учили это. Да, да. Странно. А что учить? Векторные произведения тоже произведения. Так и дифференцировать. Ну, какое-то смысл в это вкладывать, слово интегрировать. Пока он ничего не интегрировал, записал или проинтегрировал. Там V написано, да? В 0 какой здесь смысл имеет? Ну, это начальная скорость. То есть, оно равно 0. Это я потом... В начале на этом интервале времени или вообще на самом верху? Нет, вообще на верху. Нет, я сейчас вывожу скорость, то есть, сравнивать скорость, с которой у нас все упадут вниз. Ну, просто то, что делается, смотри, как просто. G константы, Омега константы. Скорость рассчитывается. Поэтому это константы. Констант просто выносится, получается t квадрат вместо t. 2t было, а стало t квадрат. Это константы. Это произведение тоже V0, константы это константы. А V0? А V0, он сказал, что это начальная скорость, а она константы. Ну, теперь вот это второе приближение нам надо опять поставить в первую формулу. Ну, прям совсем ничего не видно. Нет, нах. Лучше там напиши. Сверху стирай, там еще хуже идите. Ну, вот на середине вообще ничего не видно. Может смеет как-то попробовать? Мне кажется, конечно. Пожалуйста, еще и будет. Камеры видят? Не очень положено. Да. Ну, чуть-чуть. Не, в принципе видно, если он нормально, он крайне будет видно. Вот видно в конце. Че, тогда тут писать, да? Да. Угу. Поехали. Спасибо. 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 А, извините, а можешь объяснить? Сейчас я напишу. Смотри, а равно плюс, это понятно, а вот 2t квадрат и вот за мной здесь нет. Да нет, 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 здесь нет. Сюда бы я подставлял. Ну, изначальная формула и получил у себя. Мне бы я подставлял. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 .